Пойдете в Коломню, там половина, приблизительно, огромного Кремля уцелела, два раза выше Тульского, гигантский совершенно был, почти одновременно с Турским, кстати, построенный. И вот одна башня, которая называется Марикина, это башня, которая была заточена. Что касается политических результатов Слуты, знаете, тут всегда подчеркнут одна очень существенная вещь. Вдруг неожиданно оказалось, что российское государство в пору своей кончины, а государство это государь, может рассчитывать на сословие. Ибо, еще раз повторяю, выборы царя подтвердили, что сословные органы управления, которые существовали в российском государстве, были не пустым звуком. И то, что мы сейчас назвали бы таким собирательным словом «народ», вполне мог себе проявить политическую инициативу и политическую волю в решении одного из самых существенных вопросов российской истории. А теперь понятно, наверное, теперь, что такое Слута, что тут смутилось и что тут вернулось на круги своя. Ибо ясность наступила в 1613 году. В 1618 году польский король, на руках которого, между прочим, было письмо Боярской думы с приглашением его сына на московский трон, значит, попытался с этим письмо в руках, так сказать, военным походом схватить в Москву, ничего не получилось. В итоге было подписано перемирие, а в 1634 году уже сын Селезмуна III, королевич Владислав, вот тот не состоявшийся русский царь, окончательно отказался на претензии на русский трон, так сказать, ну, правда, за 20 тысяч золотых рублей. И, собственно говоря, вот эта страница русско-польских политических связей, связанная со смутом времени, была закрыта. Ну вот, может быть, несколько хаотично, но понимаете, что событий было такое количество, что не десятую часть не расскажешь. Я пытался вам рассказать, как это выглядело, с чего все началось, как продолжалось и чем завершилось. Если есть что-то спрашиваете, спрашивайте. Конечно. То есть, он против. Ой, вы знаете, вот как, давайте. Если кто устал, если нет никаких, спасибо вам большое. А всем остальным, давайте. Да-да-да. Вот вы упомянули, что Шуйский потомок Александра Невского. То есть, де Пахта, он Рюрикович. А он был потомком Невского... Ну, что я так встаю, он-то мне отдалился. Он был потомком Невского по мужской линии? По мужской, конечно. В Невского было четыре сына. Как известно, младшим сыном был основатель Московской династии, князь Даниилович. А Шуйские были от второго сына Александра Невского. То есть, с точки зрения родового старшинства, Шуйские были старше московских потомков Орена Калиты. А, то есть, получается, была какая-то политическая борьба между сыновьями и Царат Невского? Ну, да. Между сыновьями и Александра Невского еще какая была борьба. Будь здоров. Просто о Данииле Александровичу больше всего известно. Вот Дамов, так как он является, по сути, верхкнязем московским, а об остальных сыновьях Александра Невского вообще не известно. Ну, это не совсем так. Очень известно. О метрах довольно-то больше, да. Нет, до Соловьева почему-то идти. Вот просто для начала второй том, если не ошибаешься. Нет, третий. Я имею в виду историю России. Вообще, по всем случаям, идите к Соловью. Не ошибиться. Нет, нет, никакого. Вот как раз Адынииле-Ильта меньше известно, чем о старших его братьях. Там один основатель Тварицкой династии был, от которой старший, собственно говоря, сам. Ну, это большой вопрос, на самом деле, не для минутки. Лучше не меня слушать, а читать. Спасибо большое. Спасибо вам с терпением. Вам спасибо.